Очень плодотворно для исследователей культурно-исторического наследия казахского и кыргызского народов закончилось одно из итоговых юбилейных мероприятий, посвященных 175-летию Жамбыла Жабаева. Наряду с государственным секретарем Казахстана в международной научно-практической конференции «Казах-Кыргыз Алаштан» принял участие и его кыргызский коллега. А саму конференцию, кроме обсуждения наследия Жамбыла, посвятили еще и 120-летию со дня рождения известных кыргызских деятелей Жасупа Абдрахманова и Касыма Тыныстанова. В результате получился весьма любопытный микс. Все дело в том, что, являясь одним из основоположников кыргызской государственности, Жасуп Абдрахманов какое-то время жил в Казахстане и даже являлся ответ-секретарем уездного городского комитета Компартии Туркестана. Он тесно сотрудничал с Уразом Жандосовым и Тураром Рыскуловым, но в 30-х его репрессировали. В том, что мы встречаемся у горных хребтов Алатау, заложен особый символизм. Мы благодарим кыргызскую делегацию во главе с гость-секретарем Сюинбеком Сапарбековичем Касмамбетовым. 175-летний юбилей великого поэта Жамбыла Жабаева, который по указу президента Касымжа Марта Токаева празднуется в Казахстане и за рубежом, начался в братском Кыргызстане и сегодня завершается этой теплой встречей. Культура, язык и традиции у казахского и кыргызского народов во многом общие. Сегодня ученые привели много исторических фактов, свидетельствующих о тесной связи двух братских народов. Один из них – дружба двух славных сыновей своего народа – Жамбыла и Токтагула, которые нам всем служат примером. И в этом наша духовная мощь. Рабочая поездка государственного секретаря Казахстана по Алматинской области продолжилась встречей с талантливой молодежью. Эту встречу приурочили к 30-летию независимости. Габит Мусрепов однажды сказал, если литература не будет великой, то и нация не будет таковой. Благодаря поддержке государства и литература и народ будет возрождаться и процветать. И поддержка, которая сегодня оказывается молодым писателем и поэтом, будет приносить свои плоды в будущем. У нас есть и возможности, и закон, и господдержка. Созданы все условия. В послании народу Казахстана Касымжамар Кемилович Штокаев поручил создать фонд по поддержке креативной индустрии. Проектами для этого фонда будет заниматься Министерство культуры и спорта. И вы, в свою очередь, можете воспользоваться этой возможностью. К слову, эта встреча состоялась в музее Жамбыла Жабаева, находящемся в районе, названном именем Великого Жирау. Ну а ярким завершением празднования 175-летия поэта стала театральная постановка. Премьера оперы Алькуата Казахбаева «Жамбыл Жирау». Она состоялась на большой сцене Национального государственного театра академической оперы и балета имени Абая. Перед началом оперы Крамбек Кушурбаев поздравил всех со 175-летним юбилеем Жамбыла Жабаева и передал поздравления от Ельбасы и президента. Мухтар Ауэзов написал, что будучи искусным поэтом, Жамбыл Жабаев отличался своим собственным неповторимым стилем. Он поэт эпик, акин-импровизатор и глаз народа. И очевидно, что мы празднуем его юбилей не случайно. Он один из главных героев своего народа. В 20 веке он высоко поднял флаг традиции сказительства «Он великий». Поэтому молодое поколение должно хранить наследие Жамбыла, понимать его произведения и относиться к нему с должным почтением.